здравствуйте программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о проблеме которая по-прежнему остается проблемой и что-то мне подсказывает что еще какое-то время она по прежнему будет оставаться проблемой но некоторые могут для себя лично и и решить речь идет о курении и сегодня поможет нам разобраться в этих вопросах вопросах борьбы с курением вопросах что какой вред курение наносит нашему организму поможет нам во всем этом разобраться заведующая терапевтическим отделением номер два поликлинического отделения номер 6 люберецкой областной больницы аруся владимировна дадунс здравствуйте 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 во первых сразу же вопрос такой страшный вы курите курили пробовали пробовали молодость и скажем так да но нет закаживалась и все но некоторые пробуют и потом на долгие годы иногда до конца дней своих курят но прежде всего такой вопрос борьба с курением ведется зная нас того самого дня ну разве только при петре первом который в общем-то табак всегда нам вез ну как-то начинали бороться а человек все равно курит почему почему не дается победить эту заразу но скорее всего наверное но такое мое личное мнение что это просто привычка вредная потому что вот очень большой круг моих знакомых когда я говорю ну почему вы не бросаете курить не хочу и не могу а не хочу поэтому наверное скорее всего проблема у каждого в голове ну вот мое такое мнение а у меня был такой личный пример это моего папы который курил вот как вы говорите сигареты за сигареты он был нас дальнебойщиком и он в течение года потерял трех своих друзей от рака легких и он пришел в один прекрасный момент домой положил пачку сигарет на холодильнике а так четко помню искал зараза я тебя курить не буду и это было но лет пятнадцать назад вот с того момента папа не курит но сейчас так возраст у него уже там 77 лет он все равно так периодически ну как балуется на праздник да там а так он вот вот одна моменты на одномоментно бросил курить и вот я считаю что это правильно то есть вот если говорить о моем да мы поговорим о проблемах но курения почему до сих пор это помимо того что это вредная привычка это же наверное еще кому-то и выгодно скажем тогда потому что надо же реализовывать эту продукцию но начнем все таки со способов борьбы с курением до как человек который я курил 20 лет и уже больше 12 лет как бросил курить не помогли там таблетки да сейчас много всяких компаний которые этим занимаются там таблетки какие-то жидкости пьют жвачные жвачки потом эти в пластыре да и так далее вот если человек который сейчас смотрит нашу программу и в принципе он хочет бросить курить но не может то есть он хочет но не может с чего надо начать мы сложно сказать каждому человеку с чего начать ну можно конечно пробовать пластыри чисто психологической точки зрения я что-то делаю да но не всем это помогает поэтому много было случаи которые покупали эти пластыри и приклеивали и ну не помогло все равно они продолжали курить точнее как они бросали курить но потом была какая-нибудь ситуация или стрессовая еще что-то и они опять начинали то есть ну как бы опять-таки возвращаясь тому что это в голове то есть в принципе любой человек может бросить я как доктор все-таки считаю что людей надо пугать когда я вот в кругу своих друзей и родственников просто я нахожу в интернете легкие показываю какие они как они выглядят на вскрытие то есть это вообще впечатляет людей и не как правило начинает задумываться и потом они начинают уменьшать количество сигарет вот сегодня я буду столько курить там через неделю столько буду но они приходят какому-то результату а еще я своих вот друзей родственников и даже пациентов когда они приходят ко мне на прием и говорят у меня там давление я курю я вас не буду лечить пока вы не бросите курить как очень просто то есть я им объясняю механизм что делает вообще никотин сосудами как это все происходит и многие на самом деле вот даже наши пациенты вот на моем опыте не бросали курить и приходили говорили я бросил курить лечите меня то есть были такие случаи я прям этим пациентам мы общаемся до сих пор очень благодарна что может быть моя пугалка такая работа сработала но они бросают курить и лечат гипертонию причем они очень как бы эффективно ну то есть они встают на какой путь как вы говорите в голове что-то у них переключается но тем не менее ведь доказано что во первых сигареты продаются до сих пор как бы их там не скрывали все равно курят и ну да хочу сказать что на территории российской федерации все-таки ведется хоть какая-то борьба то есть это все скрыто это подняты акции за какие-то там вот они дорогие стали для многих вот это если я хочу курить я найду я найду все и там на этих пачечках да тоже нарисованы легкие и написано прямо на русском языке большими буквами ведет к импотенции ведет к тому так ты но для некоторых это никак не работает это никак не работает не пугает это людей даже некоторые год ой нет не дайте пожалуйста вот не с этой картинкой да да то есть есть такие тоже моменты но тут нужно просто наверно донести ну к нам вообще приходят пациенты которые уже нуждаются в каком-то лечении и надо с ними вести естественно беседу объяснять то есть я прямо на картинке объясняя что происходит у них сосудами что там у них внутри что делает вот этот никотин с организмом и многие ну прислушиваются ну а кто не хочет но я мне кажется мои слова до них и не дойдут наверно это тяжело еще такой есть миф а может быть не миф вы как врач сейчас развеете что в разном возрасте или при разных скажем так и заболеваниях что есть моменты когда если человек курит там десятилетиями ты мужа и бросать нельзя такой такой момент да мы даже да потому что это стресс для организма в любом случае когда ты куришь куришь и принципе если у нас у пациента рак какой-то стадии такой там неоперабельно или еще что-то ну наверное мы не запрещаем это делать потому что но для человека ну как бы так вот тут уже он не навредить себе уже все что можно было сделать уже было сделано ранее сейчас она не не поможет ничему данной конкретной ситуации поэтому ну там и запрещать смысла нет но когда приходит молодежь когда есть у них проблема сейчас у нас гипертония она вообще молодом возрасте проявляется и когда ты спрашиваешь вы курите или нет они говорят да это печально конечно поэтому приходится их убеждать давайте мы говорим о новых электронных сигаретах которые конечно на взгляд кажутся таким легким легкой замены которые как многие говорят не приносит никакого вреда за нет она приносит вред потому что все равно мы вдыхаем эти пары и все равно все это попадает в легкие единственное что как бы для ну вот электронные сигареты я не вижу чтобы курили возрастные люди они не курят их ну потому что это больше наверно тенденция вот такого не уже молодежи да вот этот пар вот это вот все и это как бы вот для тех кто не курит для них это вот у а как прикольно так я попробую и вот ноги там вкусами завлекают еще что-то что-то но на самом деле мы запрещаем все и электронные в том числе потому что они вредят таким же образом же еще как аксессуары работают для меня это все красиво это эти мини кальяны которые вот рекламирует это же тоже то есть не такая бандура у тебя такая вот своя собственная то есть это все как бы это вредно нет такого понятия что где-то что-то не вредно причем его вредно еще тем кто рядом стоит и не курит это мы сейчас поговорим о пассивных курящих но получается что все что я вдыхаю себя кроме воздуха да это как бы вредно а ну конечно она со временем это не за один раз это все откладывается в сосудах это все приводит к атеросклерозу индивидуально еще к тому же у кого-то быстрее у кого-то быстрее у всех есть предрасположенность если у нас наследственность отягощена естественно там как бы этот атеросклероз будет развиваться более быстрее и более агрессивнее у кого вообще ничего нет более медленный он будет считать что у него все замечательно и ничего никакого вреда нет но рано или поздно это где-то вы выползет кальяны большие кальяны сегодня вот я в этом году побывал во многих городах и обратил внимание на такую тенденцию до курильщиков таких простых сигарет но не то что меньше они есть но как-то не очень да очень много электронщиков но вечером пятница это закрытый само собой надо все дымится вот эти дележка на кальянные залы ну я сейчас не говорю там когда был период когда не было закрытия на киар-коды и так далее и самое смешное они выезжают в больших городах миллионниках куда-нибудь на набережную открывают багажник машины достают кальяны прямо возле нее курят все в кальянах это какой-то другой вид курения причем там курят все те кто курит вода наверное какая-то мода на это все и многие как бы когда тоже вот этот вопрос задавали почему на воздухе меньше вреда чем закрытых помещений но это тоже все как бы самообман самому да скорее всего мы во второй части поговорим сейчас и о пассивных курильщиках и о способах борьбы с курением какие сегодня существует помимо того конечно когда человек сам собой договаривается но на мой взгляд что хоть чуть-чуть удалось сейчас решить государству проблему сокращения курения вот с той компании вы сами сказали да что закрыты эти места для продажи не видно никакой рекламы нет на телевидении я думаю что это работает потому что даже вот у меня сыну 24 года скажем так в школьные его года ему было легче купить он не курит кстати легче было приобрести сигареты нежели вот сейчас потому что я когда иногда бываю в каких-то там магазинах меня прям радует когда люди спрашивают люди а продавцы спрашивают паспорт то есть это на самом деле работает то есть видимо эти торговые сети получили какие-то штрафы за то что продают видимо были какие-то контрольные закупки я так думаю и это вот радует что хотя бы вот мы можем оградить наше население до 18 лет чтобы как каким-то образом ну понятно что может что-то купить ему отдать такие тоже есть при выходе же это очень конечно печально но на самом деле это работает то что закрыто ты не видишь когда ты видишь все равно ты может это забудешь где-то что то тут все видно и нет рекламы по телевидению такой фильмах нету такого вот как раньше этого все же это ну как это была скрытая какая-то пропаганда я так считаю что люди это видели они же все равно мы все копируем что другой стороны согласитесь когда вот некоторые фильмы сейчас показывают закрывают сигару но видны чем там закрывать это тоже обратный эффект но он работают давайте сделаем такой вывод и что работает и неплохо и все-таки цена тоже играет роль но кто работает тот может себе позволить а многие ведь могут и не позволить ну молодежь я имею ввиду студенты ну да сейчас делаем небольшую паузу и продолжим вторая часть про это очень действительно проблемная такая наша программа здесь масса вопросов и вернемся в студии продолжим напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях аруса владимировна дадун заведующая терапевтическим отделением номер два поликлинического отделения номер 6 либеретской областной больницы говорим о курении мы закончили молодежи закончили вот тем что вроде бы работает это система когда у нас все немножко прикрыто и так далее но тем не менее курит курит и молодежь да и пока еще все-таки электронные сигареты каким-то образом распространяются но сейчас я хотел бы прежде всего вот вашу пугалку немножечко расширить что же такое сегодня организма курильщика ну понятно что когда человек начинает курить это наверное не сразу проявляется ну давайте возьмем такого типичного среднестатистического курильщика что у него там внутри находится что это за легких как так выглядит примерно ли я писать словами если можно словами описать ну скажем так но это только на картинках хорошо видно когда ты видишь легкая здорового человека и видишь легкая которая на вскрытие уже именно курильщика разница конечно колоссальная и впечатлительные люди они могут эту картинку надолго запомнить но больше проблема даже сейчас не в легких а в сосудах потому что люди но обычно вот молодые люди имеют у мужчины они вообще за своим давлением не следят и они могут ходить из давлением 150 160 не чувствуя его потому что но организм молодой он не чувствует и приходит они чисто тогда когда какой-то криз происходит и они начинают следить за своим здоровьем грубо так скажем они меряют давление пульс измеряет и уже они приходят когда уже скажем так 12 стадии гипертонической болезни начинаешь когда разбираться понимаешь что уже там сосудах проблемы есть потому что именно сужение сосудов атеросклеротическими бляшками плюс это табак внуку ли не влияет нарушается проницаемость сосудов и откладывается там атеросклеротические бляшки или тромботические какие-то и все это как бы приводит тому что сосуд суживается и поднимается артериальное давление вот и для того чтобы вернуться к началу нужно очень долго лечиться то есть там принимается и препараты которые для разжижения крови и препараты которые для снижения холестерина в крови ну и соответственно гипер препаратов давления поэтому там целый комплекс вот этого всего лечения когда ты все это расскажем от столько таблеток мне надо пить но к сожалению уже да но скептики или поклонники курения все-таки я 20 лет курил иногда пытаюсь встать на эту позицию они вам возразят на масса примеров есть например у инстант черчи мало того что он выпивал каждый день да там чуть-чуть то чрезмерное потребление алкоголя опасно для вашего здоровья сразу скажу но он и сигару то курил правда последние годы скорее он ее держал чем курил тем не менее больше 90 лет человек прожил к чему я этот пример привожу ведь по-разному на каждого действует на каждый организм то есть кому-то больше может повезти но все равно мы возьмем наших дедушек да они же и курили и сколько жили но наши дедушки они не вели такой малоподвижный образ жизни то есть наша вот окружающая среда она играет большую роль то есть поэтому мы не можем сейчас говорить вот в то время как было и сейчас это 2 усугубляем и едим что мы пьем как мы себя ведем то есть целый день сидим у компьютера и как говорится приводим себя не должный вид не знаю и естественно как бы здесь очень много предрасполагающих факторов которых у наших дедушек не было поэтому они жили долго и и могли себе курить беломор там или что там они курили было все нормально и не было столько примесей в сигаретах как сейчас вот часа говорят опасно очень курительные смеси они даже запрещены нас да но все равно их при желании люди достают от найти такое как это работает говорит что говорят что это буквально за небольшое время человека превращает ну такой мусорную корзину да да прям точно какой-то информацию меня нет вот честно этим вопросом не задавалась никогда но то что в организме происходит на фоне приема этих смесь смесей необратимое явление которое обратно нельзя как бы не возвернуть уже да то это конечно вот ну зафиксировано это все есть но вот конкретно вот у меня нету такого опыта чтобы я поделилась и сказала как это все происходит обычно живет на чем не встречал таких людей кто именно с курительными смесями могли прийти но может быть скрывают не не все же говорят вот тут кстати важный момент для родителей понять ведь в основном курить начинают я кстати курить начал 20 лет так получилось да но в основном курит она чуть ли не после 10 до стати как понять к родителям особенно которые не курят у меня папа например первый же день узнал что я курю а вот те кто не знает как понять что с ребенком что-то не то происходит ребенком будет что-то не то потому что это сразу будет сказываться на успеваемости сразу это очень хорошо замечают учителя сразу по и появляются какие-то там записи потому что у детей снижается внимание память концентрация то есть они просто съезжают в учебе скажем так ну а те которые но у скажем так и дети которые но и так не очень в учебе да они просто они этого не скрывают поэтому скажем так что ну можно это значит такую я курю и все да да то есть это так но это наше время тоже я помню категорически это было запрещено не дай бог учителю нежно за школой где-то сейчас нет сейчас вот мимо школы пройдет за за школьным двором все что происходит все это видят но это дело родителей скажем так сейчас у нас немножко по-другому все происходит и не можешь лишнее слово сказать ты не можешь сделать замечание потому что сейчас все это немножко по другому воспринимается вот давайте сейчас вот последний наша часть разговора все-таки способы до бросить курить может быть кому-то мы поможем или по крайней мере намеки да как это можно сделать вот на своем опыте я знаю что я просто начал я много раз пытался бросить курить да там одна сигарета в час потом одна сигарета в три часа это безумие потому что ты в течение двух часов вообще ни о чем не думаешь только ждешь да то есть это и ты понимаешь всю зависимость от этого а потом я просто поставил такие игровые условия смогу ли я победить сам себя то есть я с собой начал договариваться вот вообще многие вопросы надо решать самому с собой если человек может поговорить с собой какие сегодня существуют способы вот там говорят книга какая-то есть кто-то говорит какие-то жвачки есть даже на самом деле наверное в данной ситуации человеку нужно попробовать все так вот нельзя сказать что вот у тебя вот так вот и другое тебе не поможет ему нужно вот как вы говорите и в игровой форме попробовать и пластырь налепить и жевать на какую-то там эту попробовать нужно пробовать все если ничего не помогает я думаю даже можно обратиться к помощи психолога у нас конечно это не так разве но в любом случае они находят какие-то другие слова как бы да 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 стучаться до человека и это многим тоже помогает поэтому нужно пробовать все конечно вот как в случае с моим папой нежелательно что были такие примеры перед глазами но об этом тоже нужно говорить и я думаю каждый человек для себя обязательно решит что нужно делать как вы говорите сам собой договориться очень хорошая фраза я ее запомню и вот и думаю что конечно будет результат успешной и еще хотел сказать один момент что вот в период нашей пандемии очень много людей бросили курить испугались испугались тромбов потому что статистика показывает что как бы на самом деле этот ковид он курение как бы пагубно влияет на последствия этого к вида даже по моему статистика есть четыре девять процентов снизилась курильщиков во время пандемии это называется не было бы счастья до несчастья то есть тут вот не знаю спасибо нельзя сказать конечно но люди как бы можно перечислить хотя бы просто вот способы значит есть пластыри от разных компаний то есть в чем она же все никотин содержать это никотин заместительная терапия называется то есть она всевозможная есть таблетки бывают до жевачки бывают все это и как бы просто дозировано это все как бы поступает в организм им как бы ты вместо того чтобы выкуривать вот эту никотина содержащую ты делаешь просто это минимальных дозах без примесей всего остального там и всяких бензола и так далее вот этого нет чисто никотин и он поступает и как бы где-то там на каком-то уровне говорит о том что вот все нормально не переживай за все есть все хорошо скажите вот когда люди пытаются похудеть некоторые кстати потолстеть или изменить да как какой-то там способ жизни говорят что все это лучше делать в одиночестве то есть когда человек например в курящей семье будет бросать курить мне кажется что нику не бросит не бросит и это делает наоборот ребята собираются и вместе все бросают есть случаи когда вот давайте там вот начнем и кто там выдержит кто нет это тоже но лучше бросать на н в коллективе когда ты бросаешь курить а рядом с тобой все курят естественно тебе будет сложно это сделать над силы воли хорошую иметь чтобы вот так мочь она существует это сила вообще вот это вот призрачная история нет есть силовой я думаю что есть очень много пациентов которые именно носили воли на позитивных эмоциях они могут преодолеть многие болячки скажу теперь вам вопрос вы не психолог но тем не менее чисто курить или да почему например я человек который не курит уже больше 12 лет но где-то раз в полгода иногда раз в три месяца мне обязательно снится сон где я не просто курю а курю вот за плод со всеми ощущениями и просыпаюсь чуть ли не в потугу как же ты мог так ты нарушил то есть все-таки человек сам себе ставят какую-то преграду и держит ее наверное где-то на подсознательном уровне наверно да потому что еще это это так сказать структура нашего организма до конца не изучена и поэтому скрытые какие-то вот такие моменты у нас есть и видимо видимо вот так вот оно и происходит но я просто это да для врачебного опыта надо пойти провериться у меня такой черный вопрос он тоже не прямой к вам как врачу но тем не менее ведь этот бизнес процветает мы же видим как он растет такими цветами во всех смыслах слова значит это будет всегда если бы например пришло время и каком-то государстве сказали у нас будут запрещены вообще всякие способы курения это может решить проблему или так нельзя нельзя так делать потому что в любом случае тогда будет все нелегально как бы здесь вроде бы как еще люди могут где-то что-то решить для себя купить например то или купить себе сигареты а когда ты это все запрещаешь как обычно бывает запретный плод у нас люди все равно найдут как бы все равно это будет еще печальнее будет опасно и последний вопрос который тоже обещала вам адресовать это пассивные курильщики значит это вот в компании когда курят этот дым конечно сам уже выхожу хотя дым вот как бы аж помню все но я стараюсь она воздух сразу это тоже опасно это очень опасно потому что пассивные курильщики они же не при ну как они привыкают со временем и они считают что это все нормально но к сожалению у пассивных курильщиков тоже возникают те же проблемы как у самих курильщиков и может быть даже это чаще и раньше проявляется потому что их организм не привык к такому а вот эти дозы которые они получают этого дыма с этими со всеми вот примесями и так далее они пагубно на них тоже влияет поэтому тот кто курит дома не думая своих близких он должен он должен задуматься об этом особенно когда есть дома маленькие дети как 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 а вообще в семье бывает вот ты видишь там папа курит например и это у тебя уже в голове и уже ты думаешь когда папа тебе скажет нельзя а как вот он может запретить если он сам это делает поэтому в данной ситуации надо думать о том что ты делаешь и как надо думать о о близких родных б о себе тут вы можете расставить в порядке да и может быть кому-то наша сегодняшняя программа как известная книга до которую якобы прочтешь и бросишь курить может поможет хотя бы задуматься на тем что как хотелось бы вы хотели да очень вступайте в наш лагерь честно вот 20 лет курил 12 лет не курю и чего только и многие говорят но как же стресс и так далее можно при желании перейти этот этап ну и конечно же вам спасибо огромное что вы занимаетесь этой проблемой и дай вам бог тех клиентов которые с радостью предсказать так бросил я спасибо вам большое пациентов пациентов да а цена аруси владимировна дадун с заведующей терапевтическим отделением номер два поликлинического отделения номер 6 либеретской областной больницы спасибо вам большое спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивенко до свидания а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok